Уборка урожая в этом году началась чуть позже, ведь начало лета выдалось прохладным. Зато сейчас хлеборобы используют каждый солнечный день по максимуму, отдыхать некогда. Тем не менее, плохая погода ранее сильно не повлияла на состояние растений. Помогли удобрения и советы агрономов. Какие бы погодно-климатические условия не были, нужно выстраивать технологии на нужном уровне. Понятно, что здесь и включились заместные команды, и производственники, и ученые научно-образовательного кластера, которые действительно вовремя сделали все этапы, которые нужны для технологий, для этапа органогенеза сельскохозяйственных культур. В этом случае мы применяли и удобрения, средства защиты, регуляторы роста. На уборочную вышли все хозяйства региона. Кто-то раньше, кто-то позже. Аграрии уже собрали 635 тысяч тонн урожая. Это 25% всех площадей. В передовиках традиционно Чердоклинские, Наумалоклинские, Старомаинские, Меликеские районы. Последний и вовсе перешагнул рубеж в 100 тысяч тонн молочного зерна. Считаю, что аграрии достаточно профессионально сегодняшний день выполняют свою государственную задачу. Валовый сбор зерна в этом году, по нашим прогнозам, должен составить не менее, скажем так, ну и может быть даже чуть более. Это уж посмотрим с вами сейчас по ситуации, погодным условиям, которые нас в принципе не должны подвести. Не менее, скажем так, еще раз говорю, в того валовки, которые мы с вами собрали в 2020 году рекордного урожая. В хозяйстве Альберта Богданова из Наумалоклинского района уже убрали озимую пшеницу. Погода радует, а значит и темпы уборки хорошие. Сейчас комбайны работают на полях с пивоваренным ячменем. Впереди горох, соя и подсолнечник. Немножко с утра роса, но это неплохо. Комбайнеры успевают продуться, подготовить комбайны к рабочему дню. И в принципе полноценный день работаем. На уборке задействовано 6 комбайнов производства «Ростельмаш». Порядка 150-160 гектаров в день убирают. За активную работу в полях хозяйство признали лучшим в муниципалитете, а работников наградили благодарственными письмами и грамотами. Анна Тищенко, Улправда ТВ.